Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 19 декабря. Житие святого Ванифатия Милостивого, епископа Ферентийского. Святой Ванифатий был родом из Тускийской области в Италии. Он еще с детства отличался любовью к нищим. Когда ему приходилось увидеть кого-нибудь раздетым, то он снимал с себя одежду и одевал ею нагово. Поэтому приходил он домой то без хитона, то без свиты. Свита – это верхняя простая грубая одежда. И мать его, сама бывшая бедная вдовою, часто ствердилась на него и говорила, «Напрасно ты так поступаешь, одевая нищих, сам будучи нищим». Однажды она вошла в свою житницу, которой на весь год заготовлен был хлеб, и нашла ее пустую. Ванифатий сын ее тайно раздал все нищим, и начала мать плакать, ударяя себя по лицу и восклицая, «Горе мне! Где я возьму пищи на весь год, и чем буду кормить себя и семью свою?» Ванифатий, пришедший к ней, начал утешать ее. Когда же и после сильного плача не мог успокоить ее речами, то стал умолять ее выйти на время из житницы. Когда мать вышла, Ванифатий, затворив дверь житницы, упал на землю и стал молиться Богу, и тотчас житница наполнилась пшеницей. Ванифатий возблагодарил Бога, призвал свою мать, Когда она увидала пшеницу, полный пш хлеба, то утешилась и прославила Бога. С того времени она не запрещала более сыну раздавать нищим, сколько он хочет, так как видела в нем столь великую веру, по которой он не беднеет от подаяния, и сколько сам попросит у Бога получает. Мать Ванифатий имела в своем доме кур, который похищала лисица, причиняя тем убыток бедной вдове. Однажды отрок Ванифатий стоя у своих дверей увидал, как лисица по обыкновению пришла, похитила птицу и убежала в гору. Пожалея об огорчении матери, он побежал в храм, пал на землю и в молитве жаловался перед Богом на лисицу, говоря «Господи, неужели благоугодно тебе, чтобы я не мог питаться от трудов матери?» А вот между тем лисица приходит и похищает пищу нашу. После молитвы Ванифатий возвратился домой и увидел ту же самую лисицу, пришедшую к ним на двор и принесшую во рту похищенную птицу. Она пустила ее живой перед Ванифатем, а сама тотчас и сдохла. Так Бог слушает надеющихся на него и в малых вещах, имея о нас великое промышление, чтобы мы, получая от него малое, надеялись получить по возможности и большее. Святой Ванифатий был впоследствии поставлен епископом в горе Ферентини, и об его многих чудесах повествует пресвитер Гавденций, который был слугой святого и видел своими глазами все совершаемое им. Ферентийская епископия находилась в большой бедности, которая людям благочестивым служит сохранительностью смирения. Епископ не имел на своем пропитании никакого церковного имущества, кроме одного дохода с виноградника, принадлежавшего церкви. Однажды был большой граб и побил все лозы с ягодами, так что осталось лишь немного кистей виноградника на некоторых лозах. Блаженный Ванифатий, войдя в виноградник, увидел, что все побито и начал благодарить Бога, что в такой своей бедности начал терпеть еще большую нищету. Когда же наступило время созревания винограда, Ванифатий по обыкновению поставил сторожа и повелел оставшиеся кисти винограда бдительно хранить. В один день он велел пресс-фитеру Констанции, своему внуку, вымыть все имевшиеся в епископском доме сосуды для вина и по обычаю засмолить. Пресс-фитеру Слыхава весьма удивился тому, что он, не имея вина, приказывает приготовить винные сосуды. Не осмеливаясь спросить, для чего нужно готовить сосуды, но исполняя приказания, он сделал все по обычаю. Ванифатий, войдя в виноградник и собрав кисти винограда, снес их в Сточило и повелел всем оттуда выйти, а сам остался с одним отроком, которому велел все эти немногочисленные кисти выжать в Сточиле. Когда вино понемногу начало течь и Сточило, святой взял его в сосуд и развил по небольшой части во все приготовленные кувшины, чтобы благословить их, разделив все вино так, что сосуды едва мочились вином. Таким образом, Ванифатий благословил все сосуды и призвал пресс-фитера и велел созвать нищих, чтобы по обычаю пришли и взяли нового вина, находящегося в сосудах. Тогда вино в Сточиле начало умножаться так, что все принесенные сосуды нищих наполнились. Святой, видя, что всем пришедшим достало вина, велел отроку выйти из Сточила. Хранилище же с вином затворил, приложил печать и ушел в церковь. Через три дня Ванифатий призвал пресс-фитера Констанца и, помолившись, отворил две резинные хранилища и увидал, что все сосуды и кувшины, в которых для благословения понемногу была налита вина, переполнены пенистым вином. Так что оно лилось через края, даже земля напиталась вином. И если бы епископ немного замедлил войти в хранилище, то вся бы земля была покрыта вылившимся вином. Когда пресс-фитер, видя это, весьма удивился, то святой запретил ему говорить кому-либо об этом, боясь и избегая суетной человеческой славы. В другой раз, когда праздновалось память святого мученика Прокла, один благородный муж из того же города по имени Фортунат просил святого Ванифатия по совершению службы святому мученику прийти в дом его и преподать благословение. Святой не отказал ему, потому что Фортунат просил его об этом с верой и истинной любовью. Ванифатий, совершив божественную службу, пришел на трапезу к Фортунату. Прежде чем он пообычу помолился перед трапезою, а один из скоморохов встал перед дверями с обезьяной и заиграл на кимвалах. Святой, услышав звуки кимвала, рассердился и сказал, «Увы, мертвый ест все нечестились, поистине мертв. Я пришел обедать, еще не успел открыть устав для обычного восхваления Бога, так он предупредил меня, пришел с обезьяной и заиграл на кимвалах». При этом он присовокупил, «Пойдите, дайте ему есть и пить, но знайте, что он мертв». Нечестивый же тот человек, взяв хлеб и вино, хотел было выйти из ворот, но тот же же большой камень сзади внезапно упал и ударил его по голове. Коморох упал на земли и полумертвым был отнесен на руках в свой дом, а на другой день, как предсказал святой, умер. Так должно благоговеть перед святыми угодниками Божьими, почитать их, ибо они суть храма Божия, и Бог пребывает в них. Когда святой прогневается, вместе с ним гневается и живущий в нем Бог, и тогда святой может одним словом покарать оскорбившего его. В другой раз тот же пресвитер Констанции, внук святого, продал своего коня за двадцать золотых монет, и, положив их в ковчежец, ушел по своему делу. Неожиданно случилось, что много нищих пришли к епископу и с назойливостью приставали к нему, прося чем-нибудь помочь ему. Святой, не имея ничего, чтобы дать им, скорбел в душе, не желая отпустить нищие без помощи. Вспомни же про деньги Констанции, взятые за коня, пошел в комнату, где был его ковчежец, и благословно ради вины открыл его. Взял золотые монеты и отдал их бедным. Когда пресвитер возвратился и увидал ковчежец открытым, и не нашел в нем денег, то сильно оскорбился. Поднял большой шум и стал с гневом кричать, «Невозможно мне жить здесь!» На его голос нашлись все бывшие в епископском доме. Пришел и сам епископ, и стал утешать его, уговаривая добрыми словами. Он же с засадой отвечал святому, «Все, у тебя живут хорошо все! Один я не имею места и не могу жить спокойно! Отдай мне мои деньги, и я уйду от тебя!» Епископ пошел в храм Пречистой Богородицы, надел на себя филонь, и, подняв руки кверху и возведя глаза к небу, молился, чтобы Господь Бог послал ему откуда-нибудь столько золотых монет, сколько он взял у пресвитера, чтобы отдать их ему и смягчить гнев его. Святой, молясь, обратил глаза на себя и увидел на филоне внезапно явившиеся двадцать золотых монет, которые лежали между рук, поднятых кверху, и так блестели, как будто только что были сделаны и вынуты из огня. «Восблагодарив Бога, епископ вышел из церкви и бросил деньги на одежду гневающемуся пресвитеру, сказав, «Вот, возьми деньги, о которых ты скорбел, и да будет тебе известно, что по смерти моей за свою скупость ты не будешь епископом этой церкви». Действительно, так и было. Пресвитер для того и деньги копил, чтобы получить епископство. Но слово, сказанное Божьим человеком, не бывает тщетно. И Констанций окончил свою жизнь в пресвитерском сане. Некогда два гостянина шли в город Равенну, и как странники с любовью были приняты святым Ванифатием в епископском доме. Когда они уходили, Ванифати, провожая их сам, налил вина в деревянный сосуд и дал им на дорогу знак благословения. Сосуд был мал, так что вина должно было хватить только на один обед. Они взяли и ушли, и в потребное время пили вино из этого сосуда. И однако вино в сосуде нисколько не убавлялось, и сосуд всегда оставался полным. Пробывшие несколько дней в Равенне, странники возвратились назад и пришли опять к святому. Благодаря его за благословение принесли ему сосуд с тем же вином, извещая, что во всю дорогу нигде другого вина не пили, а однако вино в сосуде все-таки не истощилось. Не должно умолчать и о том, что рассказывает один из клириков той страны. Муж честный. «Некогда святой Ванифати, говорит клирик, вошел в свой виноградник и увидел такое множество гусениц, что весь виноградник был покрыт ими, и вся зелень должна была погибнуть. И сказал святой гусеницам, «Заклинаю вас именем Господа нашего Иисуса Христа, уйдите отсюда и не смейте больше есть этой травы». И тотчас все множество гусениц, по слову угодника Божия, вышло из виноградника, так что не осталось ни одной. Господь Бог, прославляющий святых Своих, исполняющий желания боящихся Его, да будет и Сам прославляем в них во веки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры сделал DimaTorzok